Илья Плотников Какие-нибудь замечания, критику нам бы вы в итоге прислали На почту или куда-то, но мы в конце покажем куда Ну в общем-то и все, если будут какие-то вопросы, походу обращайтесь и будем рассказывать У всех наверное уровень разный, поэтому мы расскажем о каких-то совсем может быть базовых вещах Ну так, коротко, чтобы любой мог взять и потом сразу начать сфотографировать Настройки фотика В студии, к счастью, можно о настройках вообще не думать Самое главное выполнить два условия Сейчас покажу какие Я почему-то не могу поменять выдержку А, во, все Выдержка должна быть минимальной, на которой фэлт-камера синхронизируется с источниками Чтобы как можно меньше всякого света Участвовал в экспозиции У разных источников это обычно разные значения Но где-то в районе 1,250, 1,160 Вот я, например, ставлю 1,05 секунды Мы пробуем сделать фотографию Вот, то что мы здесь видим, это затвор Еще закрывает матрицу Получается, что источник срабатывает Не в этом промежутке, не в 1,05 секунды Он просто не успевает Поэтому вместо 1,05 пробую сделать 1,04 Тоже недостаточно 1,250 Судя по всему, все отлично Сейчас еще пробую на всякий случай 1,160 Не, 1,200 Посмотреть, будет ли какая-нибудь разница Давайте сравним две последние фотки Да, вот тут еще внизу вылазила полоса затвора На 1,02 ее уже не видно Значит, оставляем 1,02 Это минимизирует всякую лишнюю засветку Особенно днем, если солнечный свет Иногда очень яркий И на 1,60 его может быть видно Поэтому минимальную возможную ее и оставляем Теперь Диафрагма Как обычно хочется глубину резкости Как можно больше Первое желание поставить минимальную диафрагму для этого 1,22, 1,32 Но этого делать нельзя Из-за не помню чего То ли интерференция, то ли что-то На каких-то минимальных значениях диафрагмы Вся фотка получается размытая Если увеличить на 100%, она у себя получается размазанная Вот конкретно на Canon где-то одна Ой, 11 или 13 диафрагма Она еще дает нормальную резкую фотку Глубной резкости, конечно, меньше, чем на 1,22 Но зато Там где резко, там резко Ну вот и все И останавливаемся на 1,200 Выдержке И 13 диафрагме И вот это, в принципе, стандартные студийные настройки На все случаи жизни Это зависит от объектива Где-то назначение диафрагма Бывает до 3,5 до 32 Да, бывает до 32 Зависит от камеры Да, только от камеры От матрицы, от размера ее От размера вот этих элементиков Матрицы там каждого пикселя Но в среднем где-то 11-13 еще нормально На 16 уже получается все размытое Я не думаю, что здесь будет видно, если мы сделаем Но самому можно будет проверить Поставить минимальную, приблизить Прямо будет видно, что все чуть-чуть такое размытое, нечеткое В целом Потом такая штука Фокусное расстояние Есть такое заблуждение, что Перспектива зависит от фокусного расстояния Чем меньше фокусное расстояние Тем больше перспектива Чем больше фокусное расстояние Тем меньше перспектива Но Это не так Сейчас мы это покажем Вот, например, фотография С фокусным расстоянием 105 миллиметров Вроде как минимальная перспектива А это 24 миллиметра Казалось бы, шире угол И перспектива изменилась А как выйти в этот? Просто приблизить можно В общий режим Но если взять теперь Я ее еще кропнуть хочу Если взять вторую фотку Снятую с 24 миллиметрами И откропить ее А на предыдущий как переключаться? Вот И теперь сравнить получится Что колонка выглядит абсолютно одинаково Что на 105 миллиметров Что на 24 Единственное, что мы меняем Это Угол захвата А вот от чего действительно Зависит перспектива Так это От расстояния до объекта И это, в принципе, единственное От чего она как раз таки зависит Поэтому если Снять что-то издалека Так, что-то не хочет Говорит Сейчас мысли будет то же самое А, кропит автоматом Я знаю, можно правой кнопкой Кликнуть Обычно Последние настройки Сохранят Хотя, чтобы я Собрал профиль Угу Да, вот 105 миллиметров С этого расстояния А потом Если подойти ближе И изменить фокусное расстояние На где-то 30 Пытаюсь сохранить Ту же самую композицию То получается Совсем другое дело Вот эта разница В где-то Наверное, один метр Чуть поменьше Такое фокусное расстояние Часто в рекламе Используют Для того, чтобы Показать Насколько Предмет Солидный Уже большая перспектива Она всегда добавляет Такого ощущения Огромности И важности Продукта Ну, 24 миллиметра Это, конечно, крайний случай Но вот в районе 50 Если сделать То должно получиться То же самое оно Ну да Это, в принципе, самый распространенный Как раз промежуток 40, 50, 60 миллиметров На 35-ти миллиметровых камерах Там на среднем формате Будут другие значения На Кропнутых матах Другие Но если брать Вот полноформатом 35 миллиметров То вот где-то в районе От 40 до 70 Используется Процент, наверное, 90 рекламы Ну и в принципе Ну и в принципе все Это вот такое Короткое вступление Для тех Кто был Незнаком Вообще С фотографией А сейчас Мы как раз Перейдем Уже к следующей части И Макс Расскажет Как снимать Не глянцевые объекты Работает? В рекламной съемке Часто бывает Такое условное деление Съемка матовых Или глянцевых объектов Глянцевые объекты Это всякие бутылки Матовые объекты Что-то типа Вот этой колонки У обоих этих вещей Как бы класса вещей Есть свои особенности Съемки Эти надо снимать так Эти надо снимать иначе Обусловлено это тем Что как бы Разным характером Этих поверхностей Матовая поверхность В чем ее особенность? В том что она отражает свет Диффузно Лучи света Которые падают У нее параллельно Расходятся в разные стороны После этого То есть если на глянцевую поверхность Свет упал вот так Он отразился Там под таким же углом В обратную сторону Ушел ровно Эффект Оптический Визуальный Который мы наблюдаем Состоит в том Что например Источник света Который освещает Глянцевый объект Отражается В нем Так же как он есть Квадратный софтбокс Мы увидим Квадратный блик Матовая же поверхность Она рассеивает Она как бы Глушит этот свет Уменьшает яркость И одновременно Распределяет его По поверхности Ты с какой стороны Не смотришь А она будет равномерная Так же мы Условно Приравниваем К матовым поверхностям Ну теоретически Вот матовая поверхность Это поверхность Которая имеет шероховатость И сравнимый С длиной волны Цвета То есть Но для нас Это ну Физика не столь существенна Для нас важно то Например Как вот На этой колонке Нет таких Микро шероховатостей Да Но на ней есть фактура Которая Все таки Как-то свет рассеивает И при этом Ну частично Она где-то В каких-то местах Отражает Наш источник света Про глянцевые поверхности Илья будет дальше Рассказывать Про бутылку Ну там Суть такая Что Чтобы выявить ее форму Нужно так Источник света Располагать Чтобы он отразился В нем Так Чтобы показать Эту форму С матовыми поверхностями Или с фактурными Текстурными Немножко по-другому Дело обстоит Там надо Источник света Располагать так Чтобы выявить Эту фактуру Во-первых А во-вторых Создать контраст Между Разными поверхностями Ну он может быть Не такой квадратный Как колонка Там более сложная форма Но мы должны увидеть Эту часть темной Там эту светлой То есть Таким образом Форма выявляется И мы должны увидеть поверхность Иначе Ну какой смысл В фактурной поверхности Если например Мы не видим Эту фактуру Так вот Лучший способ Убить фактуру На объекте Это Ну Часто тогда бывает Что кажется Что там объект стоит Вот тебе его надо Осветить спереди Если ты его Освещаешь спереди Собственно говоря Ты эту фактуру Тем и прибьешь Потому что Свет идет Со стороны камеры И он Все эти Ее шероховатости Будет освещать Одинаково Я это наверное Выключу Нет даже так Не будет теней Ну так Условно представьте Там Нарисовать не на чем Ну там Поверхность какая-то Вот такая Да Там с какими-то Вмятостями Там выступами Ты светишь Отсюда И собственно говоря Они все освещаются Равномерно Так Короче Дай-ка Сейчас Ну вот Будем считать Вот переднюю часть Да Например Или нет Давай боковую Стоп Да Вот Вот это боковая часть Наша Да Там не в той дырке Есть Они просто темные Получаются Сами в себе Вот Ну то есть Свет идет спереди Да И он Как бы Плоско Забивает Все вот Эти ее Особенности Чтобы нам Их увидеть Действительно Нам нужно Располагать Источник света Таким образом Посмотри Там что Ничего не снес Чтобы он Шел Покасательный Примерно Должна такая Ситуация Создаться Создаться Что Свет Падает На нашу Фактурную Поверхность И под тем же Углом Отражается В объектив Позырь пока В это самое Что он там Встал Нет Ну его Видно ли Там Вообще Вот Таким образом Где-то Он у нас Во-первых Эти вот Пупырышки Которые Сейчас резко Нет Они отбрасывают Тень Которую Мы теперь Видим А что Свет Хрень какая начинает проявляться это касается любой поверхности такого же свойства там ну обычно это кожа какая-нибудь например что-то такое ну любая там любой материал да это то что касаемо фактуры да например сейчас попробуем что-то посложнее взять тут у вас какие-то есть штуки по разному что то фактуру будет выявляться в большей или меньшей степени можно попробовать от самого крайнего случая вот такого ну давай еще разок Как ее листать? Откуда, где мы начали? Ну вот видно, да, здесь вот разница, вот здесь она как бы характерна, вот чем мы дальше двигаем, тем мы этот контраст убиваем все сильнее. Видно, да? Короче вот этот инстинкт освещения спереди, в общем-то это первое, что надо побороть, потому что на самом деле первое, надо практически любой объект нам попытаться осветить сзади и посмотреть, что нам даст контровой свет. Вот, это что касаемо фактуры, но в принципе вот оно действует также и на как бы на выявление формы. Сейчас я просто попробую вот это поставить. джойстик. Двину назад. Смотрите. 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 . Смотрите. 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 правила съемки вообще в любой съемки рекламной. Показать форму объекта и показать фактуру. Фактура показывается выставлением света по касательной поверхности, а форма показывается максимальным контрастом между светлыми частями и темными частями. И в принципе, когда нормальная схема света выстроена, ну вот даже такая, потом уже любой объект можно ставить абсолютно, и он уже должен получиться довольно неплохо. Вот это еще плохо, но если сейчас поставить, например, этот еще по контрастней. Кстати, еще одно правило такое неплохое всегда начинать с одного источника света, потому что когда они все наслаиваются друг на друга то непонятно, в чем ошибка и что не так. Что пошло не так? Вот, может быть, еще все равно слишком слишком широкий блик, может быть, лучше, например, сделать его еще поуже. И посильнее. А, на минимуме. Я его выключил? А, просто задник как-то. Ну, давай. Да, я его вообще выключу. Нет. Сработает без него там основной чувак. Тогда отверну его. Сейчас я вообще выключаю задний источник, ну, точнее не выключаю, а поворачиваю в бок, чтобы он особо ни на что не влиял. Вот, получается уже одна симпатичная грань, светлая, к тому же отлично выявляющая форму. Теперь остается только добавить второй источник куда-нибудь сбоку. Опять же не спереди, а сбоку. И посмотреть, что получится. Ну, вот, в принципе, и да. Ну, короче, я не держался все-таки, вот решил сделать красивую форму. Вот как бы смысл, логика вот была такая, да. Показана фактура поверхности, показан объем. И, в общем-то, все. На этом можно уже закончить. И не всегда не помешает подвигать чуть-чуть свет влево, вправо, посмотреть, как объем меняется. Ну, да. Так, теперь глянцы. Вот с глянцевыми. Проблема в том... Ну, и то, чтобы проблема. Сложность. В том, что фотографирую глянцевый объект, но, по сути, фотографируем не этот объект, а отражение в нем. Опять же, весь свет надо выключить и начать с одного какого-нибудь источника. Блин, этот все равно будет светильный, да? Какой он? Он единственный светит первым. Угу. Как там вот это воткнуть-то? Чтобы он не мешал. Вот я поставил бутылку спереди, сбоку софтбокс. Пытаюсь сделать фотографию. А получается... А получается какой-то ужас. Сейчас, кстати, надо поменять композицию. Да, вот все, кстати, что касается съемки пива, виски, водки, любых бутылок. Вот это правило насчет 35-50 мм работает особенно хорошо для того, чтобы показать объем. А высоту съемки лучше выбирать где-то... Ну вот, наверное, по верхней части этикетки, может быть, по верхней части логотипа. Сейчас покажу, почему. Вот сейчас я взял точку... Пониже. Еще криво получилось. И дно вышло плоским. Чтобы показать лучший объем бутылки, нужно донышко сделать круглым, чтобы оно снизу было. А для этого нужно поднять камеру как раз вот где-то на уровень логотипа, может чуть повыше. Вот два и двигаюсь поближе. И сейчас дно будет покруглее и посимпатичнее. Еще сейчас не видно одной вещи, но бутылку надо всегда ставить на самый край, иначе в дне там начинаются Вот здесь все будет преломляться, задняя часть стола, любой поверхности, она вся будет в дне создавать некрасивые всякие преломления, поэтому бутылку я подвел на самый-самый-самый край. Теперь должно быть все хорошо с этим. Теперь возвращаясь к бликам, то, что я говорил, то, что мы фотографируем по сути не объект, а все то, что в нем отражается. Если сейчас посмотреть поближе, надо фокус поднастроить. Вот то, что видно какие-то полосы справа, это все вмятины на софтбоксе. И от них никуда не деться. А еще на бутылке грязь. Вот от нее можно деться. Так вот, чтобы не было вот этих полос софтбоксовых, наш самый лучший друг в студии для съемки глянцевых объектов – это оргстекло. Молочное, можно матовое, можно глянцевое, в принципе, без разницы. Дай поставим сразу на стойке на наши. Вот с матовыми оно, наоборот, нехорошо работает. С матовыми лучше работают софтбоксы, потому что… Давайте поближе. Если сделать схему света с оргстеклом и с размытым затухающим бликом… А, мы еще до этого не дошли. Ладно, тогда попозже об этом расскажу. Он тебя держится? Да. Помоги, подержи с этой стороны оргстекла. Надо эту штуку поднять. Выше. Поднимай. Есть. И ближнем. В принципе, то же самое. Та же самая схема, только… софтбокс ставится не прямо перед бутылкой, а за оргстеклом. О, давай еще тот наденем узкий. Такой здоровый не нужен. Ну, это можно вообще выключить. Схема, все просто можно. Есть. Есть? Есть. Громче. Включи. Громче. Есть. Громче. Еще громче. Да, и вот если сейчас посмотреть на блик поближе, то там уже не будет никаких складок, никаких вмятин. Получается идеальное ровное отражение. Но самое лучшее в оргстекле, в его использовании, то, что можно создавать кучу разных эффектов. Например, можно сделать затухающий блик, который был бы максимально яркий сбоку, а потом сходил потихоньку на нет. Особенно это полезно при съемке ювелирки, потому что если снимать ювелирку с софтбоксом, то получается пара резких бликов, остальное все черное. А вот используя их стекло, можно создавать как раз такие красивые затухающие блики разной ширины. Давай. Можно сделать блик, затухающий с обеих сторон. Для этого нужно взять и софтбокс подвинуть чуть-чуть дальше. Сейчас, по идее, он должен потихоньку сходить на нет и справа тоже. Ну да, вот что-то такое. Потом вместо с отбокса можно использовать рефлектор. Он тоже добавляет всяких интересных эффектов. Так, подсеком. Мешает. Давай. Ага. Так. Получается, что, меняя насадки, можно добиваться абсолютно разного рисунка. Рисунка. Еще раз. Да. Почему мы никогда не ставим оргстекло с двух сторон и вообще источники это с двух сторон? Вот здесь, например, если мы сделаем красивый блик с правой стороны и нам все нравится, слева сейчас вылезло отражение того же источника, но некрасивое. Там получается вот какая-то зелень, которая перебивается темными полосками. А если еще слева поставить источник света, то эта штука добавится еще и с правой стороны. В итоге получится, что там все наслаивается, получается некрасиво. Поэтому в этом случае самое лучшее, что можно сделать, это три фотографии, каждая с одним источником света. Ну, как минимум три фотографии. Сейчас покажем. Вот то, что я говорил про то, что в глянцевых объектах мы по сути снимаем не сам объект, а отражение в нем других объектов. Что касается прозрачных предметов, мы фотографируем пространство за ними. Поэтому, если хочется, чтобы бутылка выглядела красиво на просвет и светилась внутри, то нужно сделать этот красивый высвет за бутылкой. Опять же, если просто поставить софтбокс, то получится абсолютно плоская фотография. Ну, кстати, да, наверное, стоит это показать, чтобы понятно было, о чем речь. Это тоже первое, что приходит в голову и кажется наиболее логичным. Взять софтбокс и поставить его за бутылкой. И внезапно получить очень красивое какое-нибудь преломление, переотражение. Нет? А, я выключил, по-моему. Я не выключил. А, да, не работал. Давай. Почему-то не срабатывает. И этот не срабатывает. Еще раз. Есть. Это вот то, что можно получить с софтбоксом. Плюс-минус, оно будет то же самое. Может быть чуть темнее, чуть светлее, но, в принципе, с софтбоксом за прозрачным объектом получается примерно так. И нас это, конечно, не устраивает. Поэтому берем источник света с рефлектором. Любой стандартный рефлектор 45 градусов, там 35, какие они есть, 75. И ставим его за оргстеклом на минимальной мощности. И у нас сразу получается красота. А самое главное, что меняя положение рефлектора за оргстеклом, можно опять же добиться... абсолютно любого рисунка света. Я сейчас возьму источник света в руки и включу пилотный свет, чтобы все видели, как он светит. Так, ярко слишком? Да нет, нормально. Вот, то есть можно, например, его поставить вниз, чтобы он светил как-то вот так. А, я забиваю. А может так и достаточно, как сейчас? Ну, да. Можно ставить его под углом сбоку. Можно ставить его под углом сверху. Можно прямо. Давай. Еще на разных расстояниях. И все это дает абсолютно разный рисунок. Сейчас надо посмотреть, какой вариант получился самый лучший. И на нем остановиться. Ну, мне кажется, что-то вот ближе сюда надо сделать. Давай еще одну фотку. Вот так. Вот так. Не. Так. В принципе, на этом работа с первым источником света заканчивается. Теперь надо сделать красивый блик сбоку. Сбоку. Давай. Ну, например, такой. Отлично. И... Теперь то же самое. Только с другой стороны бутылки. В принципе, это работает абсолютно с любым глянцевым и абсолютно с любым прозрачным объектом. По идее, лучше всего, чтобы ничего не таскать, сразу иметь три оргстекла, как можно больше в размеры. Чтобы одно было сзади, одно сбоку, одно с другого боку. И три источника света. Но используйте их по очереди. Не щелкну. Понял. Есть. Сейчас там. И делаем какой-нибудь красивый блик с другой стороны. Например, пошире. Давай. Давай. Угу. Давай. Там еще справа что-то светит. Наверное, что-то светит. А, да. Да, выключи просто. Вот опять же, второй источник света включен, сразу появляются какие-то вот эти лишние все преломления, то, что зелень вылазит по бокам. Вот это все не надо. Вот это уже совсем другое дело. Еще поярче чуть-чуть. У нас получилось три идеальных фотки. Но... Каждая с одним из точек... Сверху вот торжеется вот бокс. И он нам тоже отражается. Да, смущает нужную стойку, которая позволила бы пониже опустить сейчас. Это минимальная высота стойки. Ну, в принципе, да. Это... Ну, давай. Давай. Да ладно, бокс. Ну, а кстати, когда снимаем глянцевые какие-нибудь объекты... Нет, тут будем использовать. Что-то мне все плохо стало. Один из бликов обязательно должен быть резким. Жестким, с одной стороны, как минимум. Потому что, например, вот по этой фотке или по предыдущей особо не скажешь, что бутылка глянцевая. Она скорее похожа на какой-то матовый пластик. Но чтобы этого ощущения не было, нужно иметь какой-нибудь блик, который был бы жестким. Давай конвертим вот эти три фотографии. Сейчас мы конвертим какие-нибудь три фотографии с тремя разными источниками света. Покажи, какие. Дай по очереди. Так, ну вот это вот мы помещаем, да? Угу. Потом где-то с блик с другой стороны. Ну да. Длинный просвет какой-нибудь. А, вы же все видите. И тут... Хочу выбрать какую-нибудь фотографию, чтобы... Блик был не совсем по центру. Высвет. Высвет, да. Ну, например, такой. И все, сейчас их сконвертим. Откроем в фотошопе. Я покажу один хороший трюк. Так. Все три картинки нужно взять и положить в один файл. Для начала... Да, супер. И двум верхним картинкам поменять режим наложения с нормального на такой вот хитрый linear dodge. И получается, что мы складываем все три источника света, как будто это было бы сразу снято одновременно со всеми тремя источниками включенными. Да, выровнять надо. Один нормальный, один куда-то съехал. Вот. А самое приятное в этом то, что снимая все это по отдельности, можно уже после съемки рулить по сути мощностью источников света. То есть, например, вот эта картинка с высветом сзади можно взять и сделать ее потемнее. как если бы мы во время съемки уменьшили мощность источника света. А эту картинку взять и наоборот сделать посветлее. И, например, как-нибудь еще тонировать. Взять и дернуть красный, к примеру. Красный не очень. Наоборот, можно взять и сделать блик похолоднее. По сути, то же самое, как если бы во время съемки на источник света был бы надет цветной фильтр. А у этого, например, можно изменить прозрачность. Или теми же кривыми сделать его потемнее. Да, а кроме того, с каждого слоя нужно взять только то, что надо. Например, вот здесь нам нужен только блик справа. Все остальное не нужно. Поэтому тут мы надеваем маску. Сначала красим ее в черный. Где ж ты? А потом кисточкой я беру и открываю только нужную область. Оп. Запутался в кнопках на маке. Так, вот я на маске. И открываю ее только с правой стороны. Все. А то, что слева какие-то преломления, они как раз не нужны. Они все уходят. А вот на верхнем файле нужен только блик слева. Поэтому я открываю его. Ну и потом еще, наверное, отдельную этикетку стоило бы вырезать. Посмотреть, как было бы лучше всего. Так что слои не сказать, чтобы сильно выровнены. Поэтому я сейчас возьму и воспользуюсь автовыравниванием. Ругается на прозрачность. Еще раз. Да, супер. Почти что. Заодно, кстати, можно и сами блики менять. Если, к примеру, вот этот недостаточно затухает справа, опять же легко взять и на этом слое, поскольку блик отдельно. Взять и той же кистью чуть-чуть его подстереть. И получится такой симпатичный затухающий с обоих сторон блик. Если бы все было снято сразу с тремя источниками, то это, конечно, было бы сделать уже нельзя. Вместо того, что все это в отдельных слоях, можем делать абсолютно что захотим. Оно, конечно, очень сильно различается между тем, что я вижу здесь и там, но, в принципе, идея какая-то такая. Ну, в принципе, наверное, и все. Если есть какие-нибудь еще прозрачные штуки, можно было бы попробовать. Ну, в принципе, в общем, смысл в том, что оргстекло, разные насадки под разными углами. Все это отлично работает с любыми глянцевыми, с любыми прозрачными объектами. И я думаю, да, это все, что мы хотели, в принципе, сказать. Если есть какие-то вопросы, задавайте. И еще, еще что было. Еще мы сказали, что если у вас есть какие-нибудь, например, фотки, не знаю, передали, нет, очень вам нравится, вы не знаете, как они сделаны. Что капельки? Что капельки? На всех. Нужно сразу бутылку забрызгивать. Что? А вот чтобы капли не стекали, нужно пойти в аптеку и купить глицерин. И... Нет. Залить это в какую-нибудь бутылочку с пульверизатором и где-то на одну треть глицерина добавить две трети воды. Может быть, одну четверть глицерина и три четверти воды. И разбрызгивать. Получаются идеально круглые капли, которые практически не сохнут. То есть можно хоть даже бутылку на ночь оставить и на следующий день продолжить съемку. Капли остаются ровно там, где были же вчера. Вот. Пиво не портится. Что? Пиво не портится. Оно портится каким-то непонятным мистическим способом. Любая еда, которая фотографируется, почему-то обычно на нее смотришь. Все это кажется очень классно и вкусно, в том числе пиво. И хочется это после съемки съесть или выпить. Но обычно потом такое ощущение возникает, как будто все самое лучшее из объекта уже вытянуто. Еда, кажется, абсолютно невкусная и резиновая. Даже на алкоголь это действует. Какие-то странные могут. Ну, по крайней мере на первые бутылки. Потом все хорошо становится. А вы понимаете, что использовать, если вы хотите мороженое имитировать? Причем не в шарике, а такое имитиво. В Макдональдсе вы любите мороженое? Вот в Макдональдсе мороженое, честно говоря, не знаю, как такое имитировать. Но обычное мороженое, оно легко делается из какой-то... Скатывается? Нет, потому что мороженое шарик, оно само по себе хорошо. Оно тает моментально, еще оно скатывается. В Макдональдсе. А вот именно вы так думаете, что пену не снимаете? Ну, пена вряд ли. Нет, вообще мороженое никогда не снимается настоящее, но, по крайней мере, я такого не слышал. Стоящее? Да. То есть, у меня настоящего макдональдска получается очень быстро? Все равно, если начинаешь класть шарики один на другой, оно тут же тает, скатывается. В принципе, в этом просто смысла нет, потому что... Не помню, как называется. Штука такая есть. Для готовки в кондитерске. Она как что-то среднее между кремом и жиром. Такая белая. Вот если ее смешать с крахмалом, по-моему... В инете легко находится рецепт. На английском, если задать поиск. Получается по фактуре один в один мороженое. Выглядит неотличимо абсолютно, но зато он абсолютно не тает. И на нем даже посимпатичнее получаются вот эти рыхлости. В принципе, если смешать, наверное, в других немного пропорциях и добавить... Что-то там добавляется. Такая жидкая штука. Кукурузный сироп. Такой уже. Там как-то все очень свирепо. Там специальные люди, там и специальные фирменные заменители мороженого. Есть чуваки, которые находят разные ингредиенты, мешают. Там вообще какое-то свое очень такое творческое дело. Что самое сложное? Вообще с ювелиркой очень сложно. А вы делаете несколько разных, потом сливаете их один? Да, всегда. Нет, я имею в виду сразу на глубину резкости. Делаете несколько, потом меняете свет, потом снова делаете несколько, что сразу на глубину резкости. Потом сливаете. Потом сливаете эти два петли. В принципе, не всегда, потому что то же самое, если ставить сначала один из точек света на какую-нибудь там одну грань, и если на нее навестись, получается уже неважно, что остальные части размытые. Что получается? Получается, что получается? По идее, я люблю фотку с шестой объективом, который меняет угол расположения оси объектива к матрице. И тогда, соответственно, размазывается резкость. Или да, или другой вариант, только фотографировать кадры три от лица там до задней части, и тогда их сливать. Ну, не обязательно, потому что если на одной грани блик есть, в принципе, то, что там остальные, остальная часть предмета размытая, уже неважно, потому что она просто не нужна. На внутреннюю часть отдельно свет уже ставится, и отдельно фокус тогда на нее надо наводить. Ну, в принципе, да, если недостаточно глубины резкости на одном кадре, то делать только два-три. Ну, вот благодаря этой функции хитрый автоэлайн вот этот в фотошопе, он какой-то версии, наверное, четвертый появился, с С4. Все это очень быстро потом сливается просто, совмещается, само там увеличивается, уменьшается куда надо. Все это. А что налепляешь? Есть такая штука, не помню, как она называется. Такие палочки, вроде как на пластилин похожие, только прозрачная такая белая штука. отлично клеится, собирается такие комочки. В принципе, вот на нее в магазинах спецэффектов продается. Там же, где кубики льда акриловые, потом вот эти капли специальные для пива, дым, все вот эти вещи. Вообще, может быть, был вопрос, но мне всегда было интересно, вот такие вещи вроде бутылок, но стандартные. Какой процент, может быть, вы знаете, используется визуализацией трехмерной, да? Потому что, может быть, проще даже споделировать, менять там этикетки, например, еще что-то. Для рекламы, я вижу эти плакаты, я всегда смотрю и думаю, будет интересна эта визуализация, или второе, потому что фотографией я сам вообще не занимаюсь, а визуализация приходится. Вот. Как много из этого действительно приходится фотографировать или же вот сейчас это потихонечку как-то вытесняется? Обычно вообще все фотографируется, что можно сфотографировать, кроме каких-то совсем сложных вещей, типа автомобилей. Когда смысла просто нет, искать машину, искать павильон, гораздо легче купить модельку за 100 долларов, ее порендерить. А вещи типа бутылок, наоборот, они всегда в доступе? Не, ну, всегда бывают, что у них нет шероховатости. Вот там шероховатости, как это делать, это все в флотшопе? В принципе, да, бутылки, они же из стекла. Если сколов каких-то нет, то они, в принципе, наоборот, хорошо и реалистично выглядят. Наоборот, в 3D приходится делать дисплейсмент или бамп как минимум, чтобы вот эти все шероховатости вытащить, чтобы стекло не было совсем уже гладким. Наоборот, приходится имитировать, скорее, натуральное стекло и много времени тратить. Бывает, когда продукт, например, еще не выпущен, а уже рекламу надо делать. Тогда 3D, конечно. Но если вот она, бутылка готовая, произведенная, то намного легче снять. Ну и, в принципе, все любят снимать, потому что у клиента получается меньше потом возможностей парить мозг. Вроде съемка прошла, во время съемки утвердили, ну и все, осталось там чуть доработать и готово. А если в 3D делается, у них сразу еще, во-первых, включается пунктик такой, ой, нереалистично. Чего они не могут сказать, когда их бутылку реально фотографировали. Поэтому, в принципе, ну так, ну мы, по крайней мере, да и никто старается не связываться с моделированием, с рендером лишний раз, если можно сфотографировать. Фотографируем, собираем в фотошопе. Да, надо специальные источники света. Двухсотые тут не важна, потому что экспонирование происходит только во время импульса вспышек. Так вот, если на одной половинке кадров фотографируется и ставить, допустим, одну на четырехсотых, и сколько пол кадров, то, что он на начале показывает, то они все равно смазываются чуть-чуть. Не-не, смотри, он говорит о том, ты можешь хоть на фотоаппарате хоть секунду поставить, хоть две. Понимаешь, суть не в том. Суть, ты иногда даже это делаешь. Суть в том, что экспонируется только в момент, когда происходит вспышка. Вернее, время экспонирования – это время вспышки самой. Чем источник сильнее, ты его накручиваешь, тем он свою мощность реализует за дольшее время. На самый, если вот маленький ставишь, самый маленький источник, это будет самый короткий. И тогда можно что-то вытащить, но тогда света будет мало. Хорошо. А это не когда-то лучше. Вот эти источники, когда не могут снять? Как еще они не могут? Это надо характеристики знать. Скорее всего, нет. А какие тогда? Как это можно использовать? Короче, это либо есть такие вот студийные, знаешь, мощные генераторы, когда есть отдельная голова, а отдельный генератор. Вот он намного мощнее, там, раз в 10, чем этот источник. Соответственно, он на минимальной мощности дает достаточно света, но при этом достаточно коротенький импульс. И вот им можно фоткать. Или есть еще, вот такие бошки есть у американцев, Фейнштейн называется. Специальный такой вот источник один, у которого очень короткий импульс. Вот. И тогда вот с ним тоже легко делать, потому что он специально под это заточен. Еще есть такая фирма Рейлаб. Это Фотору, по-моему, свой бренд сделал. У них одно время был источник Фриз, так назывался. Он назывался такой вот, под бренд. Он тоже специально так сделал, что он очень короткий импульс. И он, в принципе, тоже более-менее справляется. То есть вот такая история. Это где-то длина должна быть импульса одна пятитысячная или короче секунды. А вот эти источники, скорее всего, они где-то одна, может быть, полутора тысячная секунды. И это все-таки недостаточно. Ну, так бы, чем ярче ставишь, тем длиннее импульс. А вы снимаете цветовой кистью или это... Не, это короче вот цветовой кистью, все это такие вот творческие дела, как бы. Это вот... Нет. Ну, просто таких задач нет. Это вот... А все, кстати, знают, что такое световая кисть? Да. Сейчас кто не знает, покажем. С этими... Как их? С брызгами есть такая хитрость. То, что мы называем медленные сплэши. Мы очень много делали фоток брызг с источником где-то одна полутора тысячная секунды была. Если просто брызгать, ну, вот как придется, то получается все размытое, некрасивое. Хотя, с другой стороны, смарт-шар в фотошопе очень много чего решает. Но все равно размытое. Но если запускать очень брызг аккуратно и пытаться поймать его в верхней точке, вот когда его запускаешь из там половника или из чашки, брызг сначала летит вверх, ждет там какое-то время, потом начинает падать вниз. Вот если пытаться его поймать в верхней точке... Через какое-то время все не получалось. Да. И вот тогда, как-то, вот в этот момент подлавливаешь, да, и что-то там такое действие. Да. Накаймально. Что? Накаймально. Вот чтобы красиво брызги выглядели, нужно, опять же, оргстекло и сзади него рефлектор. Чтобы был такой красивый высвет, тогда и брызги будут тоже объемные, красивые, ну, как любой прозрачный объект. А с накаменной вспышкой, в принципе, так делают тоже. И еще делают рефлектор из банки Pringles. Она внутри такая, как софтбокс, серебристая. Если вот эту банку Pringles надеть на внешнюю вспышку и ее поставить за оргстекло, тогда, в принципе, да, неплохо получается. Можно так. Ага, а мы можем показать вот ту картинку, где вот с этой с кистью девушка снята? Да. Ну, может, нам показать на носу? Ну, как он это сделал? А как ее на весь экран? Угу. Должно работать. Должно работать. Должно работать. Должно работать. Ну вот, что-то он использовал какой-то источник света, который давал много-много таких вот тоненьких лучиков. Ну и просто водил по лицу модели. Ну вот, но весь секрет в том, что именно он использовал. Это, конечно, уже не узнать, если у него не спросить. При съемке еды хорошо помогает. Если еду просто при солнечном свете фотографировать, получается натурально, но некрасиво. А если совмещать, может получиться очень неплохо. Особенно, если в интерьере ставить свет, много источников, чтобы осветить одновременно стол, там, например, стулья с едой на столе. Все это очень сложно. Лучше использовать естественный свет, как он из окон идет. Если, например, слишком яркое солнце, тогда можно закрыть окна чем-нибудь рассеивающим. Ну там, не знаю, белыми тряпками. И еще добавить какой-нибудь искусственный свет, софтбоксовый. Тогда на еде получаются красивые блики, на морепродуктах особенно. Там, креветок, если их побрызгать чуть-чуть водой, чтобы они были поглянцевые. И софтбокс использовать, вот как этот. Он тогда дает такие красивые как раз везде блики. Ну, а солнечный свет, натуральности добавляет. Иногда нужен солнечный свет, но его намного лучше получается просто имитировать в студии, опять же. Чем? Насадками. У Эленхрома есть, например, такая штука, называется Zoom Spot 1335 или что-то такое. По градусам, которые он может дать, пучка света от 13 до там скольки-то. Он дает такой направленный свет, практически нерасходящийся. И выглядит как солнечный свет в итоге. Это большая штука и дорогая? Ну, достаточно, да. Где-то, наверное, такая вот диаметра. Такая длинная, металлическая, тяжелая, с линзами внутри. Их там по-разному двигаешь. Он может делать мягче, жестче свет. Но, опять же, получается, в студии, вне зависимости от времени суток, чего, там, всегда есть солнечный свет. Да, он очень хорош, кроме своей предсказуемости. Ты никогда не можешь предугадать. Особенно, если, ну, например, про творчество всем говорит. Там люди на тюрьморке снимают. Вот человеку там захотелось снять, он такой, опа, там, у него все готово. Вот свет, там, подходящий, да, из окна. С диффузором, не с диффузором, там, как он хотел, ты экспериментировал, все. Когда идет речь о рекламной съемке, А вот ты, вот, ну, например, у нас был случай, да, на, там, для трансаера, который я сейчас почила. А, ну, давай. Вот, снимали там, была съемка в самолете, да? То есть, по идее, ты должен использовать свет, который из иллюминаторов идет. Но, ты не знаешь, во-первых, какая будет погода в данный момент. Потому что у нас, как бы, погода такая, что 2 третих, это, ну, как бы, пасмурно. Его просто не хватит. Там, знаешь, была речь о том, что киношный свет хотели привозить даже. То есть, киношный свет, он постоянный, да? Там просто очень мощные источники света. Там вот такие вот хреновины, да? Приходилось бы, там, от притаски поднимать на высоту иллюминаторов самолета и светить. Это очень дорого все. Там, безумно дорого. Потому что точный аэропорт, это куча оборудования, генераторы, там, поднимать это, как-то, на высоту, там, отдельную. Вот это, знаешь, а рассчитывать на солнечный свет нельзя. Потому что, во-первых, мы вот приехали на съемку конкретно, да? Он гейт. Пока собирались, там набежала тучка. Пока что-то еще, там, съемка длинная, солнце ушел в другую сторону. Самолет повернуть в Боинг 777 невозможно. Понимаешь? Ты не можешь сказать техникам чуваки, поверните мне самолет. Нереально. Ну, в итоге мы там решение придумали другое. Мы светили источниками света в иллюминатор, вот в эту область, которая вот рядом с пассажиром, да? А отраженный он уже светил на пассажиров. И, в принципе, как бы, ну, мы имитировали его. То есть, вот он солнечный свет, да? А рассчитывать на настоящее он просто нельзя. Так что он, в принципе, хорош. Ну, блин, кроме того, что вот он непредсказуемый пассажир. И в коммерческих делах ему на него рассчитывает трудно вообще. То есть, какой-то, если фэшн даже, например, там, ну, где более свободное, там, у тебя какой-то там есть простор для решений, фантазии, там, а, ну, фиксник, там, чуть-чуть, чуть-чуть. Если у тебя какой-то конкретный бриф, вот, по рекламной съемке, то, ну, тут нельзя решить, там, что-то придумать со искусственного света в любом городе. Ну, да, там на скетче может быть, что солнце светит именно с этой стороны, тень падает в эту сторону, она такой-то длины, чтобы там по массам все хорошо выглядело. И получается, что приходится менять положение солнца. А это как раз вот можно делать всякими насадками, выше, ниже, там, как хочешь. Ну, просто физически разница в том, что, как бы, лучи солнца, они параллельны, да, из-за этого блики получаются, там, жесткие. Вот тот прибор, который я говорил, он как раз формирует вот спот, пучок такой. Ну, там в 3D тоже есть такие варианты света, там, есть такой расстройки, да, он тут дает такой прямой, там, имитирует солнечный свет, пожалуйста. Кстати, да, в чем вообще фишка солнечного света? Оно так далеко от нас находится, солнце, что до нас долетает, ну, там, какой-то... Узкий пучок, который... Миллионные доли процента расхождения между вот лучами. Поэтому тени от нескольких объектов, стоящих рядом, они все параллельны друг другу. А если, например, рефлектор использовать, как, ну, вот, который с циклом стоял. Поставить 3 объекта, там, 4, а за ними этот рефлектор, то тени все вот так вот в разные стороны разойдутся, как от лампочки Ильича, от солнца, они все будут параллельны. Вот как раз всякие эти хитрые насадки, они создают такие направленные лучи. Ну, пока, да. Спасибо. 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 Спасибо.